Видео подготовлено специально для канала АК Касьян. Приветствую, друзья! В сегодняшнем видео мы продолжим говорить о советских микросхемах логики, на базе которых силами промышленности и обычных радиолюбителей было придумано сотни схем применений. Большинство таких микросхем сдали на переработку в попытках получить заветные граммы золота, однако их по-прежнему можно найти и применить в дело. Сегодня мы поговорим об элементах НЕ, на примере микросхемы ЛН1 и как следствие о генераторах, выполненных на дискретных микросхемах логики. В прошлом видео мы смотрели и собирали 3 схемы на микросхеме ИНЕ ЛА3, и первой была следующая схема – светодиодный маячок. Принцип работы данной схемы я рассказывал в прошлом видео, так что если вы не видели, обязательно посмотрите. В этой схеме 3 элемента ИНЕ подключены последовательно, и их ходы закорочены. Нетрудно догадаться, что закорачивание входов превращает микросхему ИНЕ в микросхему НЕ, причем этот трюк работает и с микросхемами ИЛИ НЕ с маркировкой ЛЕ, о которых поговорим как-нибудь в другой раз. Так что если у вас нет микросхемы ЛН1, но есть микросхема ЛА3 или ЛЕ1, то простым закорачиванием входов вы получаете элемент НЕ. А теперь давайте поговорим о типах схем генераторов. Когда речь заходит о логических микросхемах, то в подавляющем большинстве случаев речь заходит о получении и дальнейшем манипулировании некоторыми периодическими сигналами. Микросхема НЕ является базовым элементом для построения источника частоты, однако существует несколько топологий подобных схем. Начнем с классической, которая приводилась в прошлом видео. Требует три элемента, не подключенных последовательно, и один дополнительный последний элемент, который является буферным, чтобы дальнейшая часть схемы не влияла на работу генератора. Частота подобного генератора будет примерно равна 0,5-0,7 деленной на РЦ. Тут стоит отметить, что разные серии микросхем обладают разными внутренними свойствами. Говоря проще, для каждой микросхемы есть границы применимости схемы генератора. При каких-то параметрах он заработает, при других нет. Это стоит учитывать. Ну а настройка частоты требует осциллографа или частотомера, потому как состоит она в подборе сопротивления и емкости РЦ цепочки. Для проверки работоспособности таких простых схем удобно использовать макетные платы. А если нужно что-то более серьезное и красивое, то компания GLCPCB готова изготовить для вас печатные платы любой сложности, форм и количества слоев. Цены доступны, начиная от 2 долларов за партию плат с размерами 10 на 10 сантиметров. Цвет паяльной маски не важен, цена от этого меняться не будет. Высокое качество по самым низким ценам. Ссылку на сайт компании GLC найдете в описании. Существует и другая топология генератора, требующая всего два элемента «не» и один дополнительный буферный. Однако стоит сказать, что эта схема является менее устойчивой по сравнению с прошлой. Резистор стоит выбирать до 500 Ом, но и в целом данная схема может потребовать отдельной наладки путем подбора номиналов для правильной стабильной работы. Также стоит отметить, что в отличие от первой схемы, схема с двумя элементами «не» требует, чтобы эти элементы находились в одной микросхеме, чтобы разброс порогов срабатывания инверторов был минимален. Принцип генерации тут также основан на заряде и разряде конденсатора, который добавляет инертность в обратную связь. Подробнее о работе этих схем можно почитать на сайте любительской радиоэлектроники. При наличии кварцевого резонатора можно собрать генератор по следующей схеме. Варьируя сопротивление и емкость, можно добиться точной подстройки частоты, но опять-таки надо иметь под руками частотомер или осциллограф. Теперь перейдем к интересным схемам, построенным на базе LN1. Как и в прошлом видео, посмотрим на три полезные схемы на микросхеме 155 серии. И первая схема – это двухтональный звонок, который так понравился моей жене. Вдохновлялся я схемой звонка Дьякевича, однако решил ее изменить. Принципиальная схема состоит из трех генераторов, два из которых генерируют звуковые тонны, а третий формирует переключение между этими тоннами. Для этого входы генераторов звука подключены через диоды к третьему генератору. Напряжения вот в этих точках всегда противоположны, потому как это элемент отрицания, поэтому поочередно через диоды генерация тона то одного, то другого генератора будет сбиваться. В итоге получится интересный звук, который полностью зависит от трех RC-цепочек. Я привел номиналы, которые получились у меня. Тем, кто решит повторить эту схему, советую собрать ее на макетке и попробовать разные значения сопротивлений и ямкостей, чтобы добиться наилучшего для вас звучания. На транзисторах выполнен усилитель сигнала, при желании можно его заменить. Вот таким модулем усилителя D-классом, если вы так же, как и я, зачем-то купили их штук 10 и теперь не понимаете, куда их девать. Запитая схему, можно от любого источника питания в 5 вольт, например, от зарядки для телефона. Все аккуратно поместится в распаечную коробку. Следующая схема – это бегущие огни. Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть три элемента не, которые подключены друг за другом через RC-цепочки для формирования задержки. Выходы элементов подключены к буферным элементам не, опять же, чтобы дальнейшая часть схемы не влияла на работу генератора. В итоге на выходах элементов 4, 5 и 6 будет поочередно появляться логический ноль, из-за чего светодиоды, подключенные к этим выводам, будут загораться по очереди. Вместо светодиодов можно установить любую нагрузку, добавив в схему силовой ключ для каждого вывода выходных элементов не. Последняя схема – это простой логический пробник, который поможет вам при наладке и ремонте схем на логических элементах. Вообще сначала я собрал вот эту схему с 9 номера журнала «Радиолюбитель» за 2010 год. Однако тут у автора явно была ошибка. Но идея мне понравилась, и появилась моя схема логического пробника, которая уже работает. Поэтому по возможности проверяйте схемы перед сборкой. Ну и раз мы с вами взялись за разборку схем на логических микросхемах, соберу-ка я этот прибор себе, а потом разберемся, как он работает. На светодиоды, для индикации логического нуля-единицы, я поставил общий резистор, так как они все равно не будут гореть в одно и то же время. Резистор запаял прямо к светодиодам и пустил от них проводки. В качестве корпуса решил использовать корпус от гелевой ручки. К микросхеме решил припаять дополнительный электролит на 100 микрофарад. Далее, используя проводки, собираем все по схеме. Щуп я решил сделать из курса. Из куска медной жилы кабель для заземления. Для начала к нему припаял проводок и потом закрепил в корпусе при помощи термоклея. Впоследствии кончик я заточил надфилем и залудил припоем. Проведем испытание. На провод питания я припаял крокодильчики. Подключаемся к питанию. Видим, что загорелся светодиод на конце ручки. Уже хорошо. Попробуем подать на щуп питание. Загорается красный светодиод. Теперь ноль. Загорается зеленый светодиод. При этом тухнет светодиод на конце. Еще немного протестируем на микросхеме. По эргономике меня все полностью устраивает. Но я бы советовал использовать более яркие светодиоды для нуля единицы. Примененные мной самые простые 3 мм светодиоды читаются не из любого положения устройства. Теперь устройство готово и мы убедились, что оно работает. Теперь давайте разберемся как. Представим, что мы подали питание на микросхему, к которой ничего не подключено. На входах элементов будет висеть некое напряжение. В моем случае это примерно полтора вольта. На выходах ноль. Теперь взглянем на схему. Выводы 2 и 3 соединены между собой. Поэтому логический ноль на выводе 2 приведет к появлению логической единицы на выходе 4. И загорится один из светодиодов. Он будет гореть всегда при подаче питания. Кроме случая, когда щуп будет подключен к логическому нулю. В этом случае на выходе 2 будет логическая единица, а на выходе 4 логический ноль. Оставшаяся часть схемы работает как обычный светодиод, подключенный к логической единице. И такой же светодиод, подключенный через отрицание. То есть, если выход пробника никуда не подключен, горит один светодиод. Подключаем к логической единице и загораются два светодиода. Подключаем к логическому нулю и загорается третий светодиод. Для наглядности я поставил на индикацию логического нуля зеленый, на единицу красный светодиод, а третий светодиод поставил немного в стороне. Вот такая вот штуковина, плюс-минус питание вешается на испытуемую схему, ну а дальше тыкаете щупом. Друзья, если вам понравилось видео, то не забывайте поддержать меня лайком и комментариями, это помогает мне снимать новые видео. Все полезные ссылочки в описании, а с вами был Андрей, пока! Субтитры сделал DimaTorzok